Работы в этой гимназии номер один начались еще в октябре 2019 года. Ремонт, согласно контракту, должны были завершить 4 июня. Но ни к этой дате, ни через неделю, ни через месяц подрядчик объект не сдал. Месяц назад, инспектируя работы по капитальному ремонту, исполняющий полномочия главы администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дает поручение привлечь к проведению работ дополнительную подрядную организацию ввиду срыва сроков. Новый подрядчик уже приступил к работам. Генеральный подрядчик полностью проваливает работы по капитальному ремонту. Никаких поручений не выполняет, ни по усилению, ни по численному, ни по ускорению закупки материалов. Соответственно, принято решение, что сюда будет приглашен на работу другой подрядчик. Соответственно, он уже зашел. Численность людей на данный момент более 35. План производства работ дал поручение подготовить. План производства работ он уже подготовлен. С окончанием общестроительных работ до 1 сентября текущего года. Несмотря на привлечение дополнительных сил, компания генерального подрядчика несет ответственность за сдачу объекта к началу учебного года на себе. В любом случае, генеральный подрядчик несет гарантийные обязательства в течение 5 лет. И какой бы ни был субподрядчик отвечает за выполненные работы, и в том числе нам. Сейчас техническая готовность гимназии 90%. Уже выполнены работы по замене кровли, произведен ремонт фасада, заменена проводка и канализация. Выполнены внутренние работы по отделке. Заасфальтирован и благоустроен школьный двор. То, что мы вернемся в свою школу, это самый главный оптимизм. То есть на эту надежду уже появляется более-менее осязаемая. В отличие от того, что было, допустим, полтора-два месяца назад. На сегодняшний день, благодаря главе города, министру просвещения, согласован штаб по общественному контролю со стороны общественной половатой, со стороны родителей родительского контроля. На ежедневной основе в 7 часов будет сверяться количество работников, те виды работ, которые должны делаться, делались ли они вообще. Это значит, что у родителей, детей, учащихся в этой гимназии, появилась надежда, что 1 сентября их чада пойдут на линейку. И будут получать знания в благоустроенной и обновленной школе. Олег Лавров. Время новостей.